В 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Чем вызвано такое решение? Что изменится в работе образователей учреждений и педагогов? Какие новые проекты будут реализованы? На эти и другие вопросы мы попросили ответить министра образования науки Карачао-Черкесии Инну Кравченко. Инна Владимировна, президентом нашей страны было принято решение в 2023 год объявить годом педагога и наставника. По-видимому, у нашего президента Владимира Путина для этого были веские основания. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан Республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. Педагог и наставник. В чем отличие? Это может быть один и тот же человек? И в чем заключается их задача? Я считаю, что в какой-то мере каждый педагог может выступать в роли наставника. Но, конечно, мы понимаем, что наставник – это понятие более шире, поскольку наставник обязательно должен отличаться профессиональным опытом. Наставники, скажем, в вопросах цифровизации, цифрового образования, мы сейчас с этим столкнулись во время ковидных ограничений, когда переходили на дистанционное обучение. Как раз-таки молодые педагоги в вопросах IT-технологий дистанционного обучения выступали в роли наставников для более возрастных педагогов. Поэтому будем говорить так, что наставник – это обязательно педагог, который более опытный в тех или иных вопросах, и который может помочь, повести за собой, который координирует, направляется, сопровождает по тем или иным вопросам. Совсем не обязательно наставнику проводить какие-то оценочные мероприятия, выставлять оценки, проводить тестирование уровня знаний. У наставника иная миссия и совершенно другой статус. Наставник должен определить и научить какому-то объему знаний, который знает лучше, чем того, кого он наставляет. Вот в этом заключается роль наставника. А, как правило, педагог в сфере образования обучает и воспитывает. Что касается учителя, то учитель выдает определенный объем информации, материалов в соответствии с рабочей программой и ни больше, ни меньше. Поэтому наставник – понятие более широкое, более емкое, мы говорим, и связано с профессиональным опытом и знаниями. То есть наставник – это человек, который больше остальных знает, умеет и может. Качество образования – это ключевая задача во все времена. Инна Владимировна, как решается эта проблема в Карачао-Черкесии? Довольны были качеством преподавания в школах республики? И какие механизмы предусмотрены в новом году, чтобы вывести его, может быть, на новый уровень, чтобы оно соответствовало всем российским стандартам? Спасибо за вопрос. Для системы образования, в том числе и региональной системы образования, повышение качества образования является одной из приоритетных задач, над которой мы постоянно работаем. И мы не можем сказать, что мы сегодня достигли какого-то совершенства, потому что все течет, все меняется, и меняется достаточно быстро. Поэтому мы должны идти в ногу со временем и успевать за всеми этими изменениями. Да, сегодня качество знаний в образовательных организациях, а мы оцениваем каждую образовательную организацию по определенному качеству знаний, мы говорим, что она достаточно стабильна. Но при этом мы видим, что результаты государственной итоговой аттестации оставляют желать лучшего. И для этого мы проводим массу мероприятий, повышаем в том числе и квалификацию наших педагогических работников, потому что мы тоже понимаем, что повысить качество образования в регионе, не повысив качество знаний тех же самых педагогических работников, невозможно. Поэтому мы начинаем с педагогических работников. Это обязательное требование. Причем руководитель образовательной организации и еще несколько человек из числа педагогических работников проходят это повышение квалификации на площадках Академии просвещения в Москве. И приезжая сюда, в родной субъект, они транслируют свои знания на площадке Института повышения квалификации работников образования совместно со специалистами Института, а уже всем остальным работникам. Я хочу отметить, что в 2020 году у нас в регионе в рамках реализации национального проекта образования, федерального проекта «Современная школа» появился Центр непрерывного профессионального профмастерства, где ежегодно несколько сот учителей проходят повышение квалификации. Помимо этого, в этом году наши учителя 11 классов все участвуют в федеральном проекте «ЕГЭ. Старт в будущее». Благодаря участию в этом проекте выявляются профессиональные дефициты педагогов и эти дефициты направляются на разработку и устранение этих профессиональных дефицитов. То есть у каждого педагога будет разработан свой профессиональный маршрут по ликвидации тех или иных дефицитов. Все это, мы уверены, скажется и на качестве образования. Этой же цели – повышению качества образования – служит участие педагогов Карачевой-Черкесии во всероссийских конкурсах «Учитель года России», «Воспитатель года», «Лучший по профессии», «Мастер года» и других. Это дает возможность учителям познакомиться с интересными наработками, новыми образовательными технологиями и идеями. Все эти конкурсы в том числе позволяют повысить качество образования в нашем регионе. Поэтому качество образования мы начинаем через подготовку и повышение качества знаний наших педагогических работников. А это естественным и прямым образом отразится и на качестве знаний наших учащихся в образовательных организациях и в колледжах. Благодаря нас проекту образования школы Карачевой-Черкесии год от года меняются к лучшему. В них появляется новое оборудование, современная техника, широкополосный интернет. Сегодня в республике работает 113 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В этом году откроется еще 15. Работают кванториумы. В прошлом году у нас открылся центр для талантливых и одаренных детей. Хотела бы отдельно тоже на этом остановиться. Это, я считаю, самое большое достижение за 22-й год для нашей республики, где сегодня происходит отбор, сопровождение, направление талантливых и одаренных детей, где реализуются более интенсивные программы по таким направлениям, как наука, спорт и искусство. И поверьте, таких деток у нас немало, которые подают большие надежды и которые, я уверена, со временем прославят нашу республику и на всероссийском уровне, и на международном. Сегодня большая работа и в этом направлении проводится. «Возвращаясь к качеству образования, мы видим, что школы Карачао-Черкесии год от года меняются к лучшему, от чего вы говорили выше, да, что и широкополосный интернет, точки роста открываются кванториумы, то есть создаются все условия. Но вот кто работает сегодня в школах Карачао-Черкесии? Ведь по прогнозам уже через 6 лет в школах молодых учителей до 30 лет будет всего 6%. Кто сегодня работает в школах Карачао-Черкесии? И пользуется ли профессия педагога популярностью и уважением в Карачао-Черкесии? Давайте в первую очередь скажем, что здесь необходимо забывать и проговаривать о гендерных вопросах, что большинство сегодня педагогических работников в образовательных организациях Карачао-Черкесии, да и в целом, наверное, по стране, это все-таки женщины. 80% педагоги – женщины, хотя ситуация еще, скажем, 50-70 лет назад была немножко иная. Большинство было мужчин. Но ситуация сегодня преломилась. Поэтому основная задача – мотивировать, чтобы в эту сферу, в педагогическую, конечно, приходили и мужчины. Следующий вопрос. Достаточно ли много молодых педагогических работников сегодня идет в педагогическую сферу? На сегодняшний день более 10% – это молодые педагогические работники, которые не старше 30 лет. Порядка 10% сегодня пришли и работают в сфере образования Карачао-Черкесской республики. Конечно, большинство педагогов имеют достаточно большой опыт работы, и, как правило, этим педагогам уже сегодня за 50-55 лет. То есть это большинство. И мы видим, что происходит в старении педагогических кадров. И мы сегодня уже работаем над этой проблемой. Буквально в прошлом году у нас проходил большой форум руководителей образовательных организаций, где как раз-таки обсуждали эту основную работу, чтобы появились у нас педагогические дефициты. И что сегодня педагогам, чтобы эти дефициты каким-то образом ликвидировать в образовательных организациях, приходится работать по полторы, по две ставки. За счет этого снижается и качество образования в наших образовательных организациях. Чтобы каким-то образом решить этот вопрос, в помощь к нам пришла программа государственная. Это программа «Земский учитель». Уже три года она реализуется на территории Карачаева-Черкесской республики. И до конца 2023 года 50 земских учителей придут в школы, расположенные в сельской местности, для того, чтобы поделиться своим педагогическим опытом, своими лучшими педагогическими практиками. Я хочу отметить, что помимо компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей, которую получают земские учителя в рамках реализации данной программы, с 2022 года еще сюда прибавилась и компенсационная выплата республиканского значения в размере 100 тысяч рублей по поручению Рашида Борисбеевича Тимрезова. Такие выплаты теперь будут получать все земские учителя. Чтобы мотивировать молодых людей выбирать профессию педагога, в школах Карачаева-Черкесии на базе педагогического колледжа созданы мастерские по дошкольному образованию, где ребятам рассказывают о специфике работы учителя. Также хочу отдельно отметить, что большая работа у нас прошлого года проводится в образовательных организациях по формированию психолого-педагогических классов. 20 психолого-педагогических классов у нас сформировано во всех муниципальных образованиях нашей республики. Более 310 сегодня учащихся обучаются в психолого-педагогических классах. То есть мы понимаем, что это уже потенциальные студенты, абитуриенты, которые пойдут по педагогическому профилю и которые, даст Бог, вернутся в образовательные организации в качестве уже учителей в нашей республике. Поэтому сегодня мы делаем большой акцент вот именно по данному направлению. Эти ребята также будут привлекаться и в каникулярное время. Для них будут проведены особые летние смены, где с ними будет проведена отдельная работа с уклоном по педагогической сфере. Инна Владимировна, то, что будет выплачиваться нашим сельским, зимским учителям такая солидная сумма, поддержка, это, конечно, все хорошо. И отчасти вы ответили на следующий вопрос, который я хотела вам задать. Ну а что говорить вот о других педагогах? Все-таки зарплата у них, конечно, повышается, но не такая уже и высокая. В год учителя и педагога стоит ли им ожидать прибавки к заработной плате? Да, мы даем себе отчет, что сегодня заработные платы в педагогической сфере не такие высокие, как, скажем, в иных сферах. Но, тем не менее, за последние 10 лет зарплата педагогических работников значительно увеличилась. И в рамках реализации года педагога и наставника Рашид Борисбевич, глава нашей республики, дал поручение нашему министерству разработать компенсационные механизмы для поддержки молодых педагогов, которые сегодня приходят в образовательные организации работать, в том числе и в дошкольной образовательной организации. Поэтому мы работаем уже над этим механизмом для привлечения молодых педагогических работников. Будут определены определенные компенсационные выплаты. Эти выплаты будут осуществляться на уровне республики, на уровне муниципалитета и на уровне каждой образовательной организации. Мы на сегодняшний день выдерживаем в нашем регионе размер заработной платы у нас не менее 100% от средней по экономике региона. Есть выплаты для кураторов, для классных руководителей. Это федеральные средства в размере 5000 рублей. Но хочу сказать, что также у нас сохраняются выплаты для классных руководителей и кураторов из республиканского бюджета, которые были до выплат федеральных. Мы их не исключили, они также остались. То есть это 15-20% от оклада каждого педагогического работника. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому на уровне республики будут разработаны иные механизмы, которые позволят увеличить уровень заработной платы педагогических работников и сделать ее более привлекательной. И опять же, говоря о работе педагога в качестве образования, невозможно не затронуть вопрос, который волнует абсолютно всех преподавателей. Бесконечные справки, отчеты. На это уходит куча времени. Скажите, в год педагога и наставника стоит ли им ожидать снижения бюрократической нагрузки? Да, большую работу в данном направлении проводит Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Рособорнадзором. Нам было направлено в 2022 году информационное письмо о снижении бюрократической нагрузки на педагогических работников. Данную информацию мы довели до сведения всех муниципальных образований, до сведения каждого педагогического работника. И сегодня выработан определенный регламент, который указывает, какими именно документами сегодня должен оперировать педагогический работник при реализации своих функций. Это всего пять документов, которые должен заполнять и вести педагогический работник. Это непосредственно сама рабочая программа по тому предмету, который преподает педагогический работник. Это непосредственно журнал учета успеваемости, мы говорим, журнал учета по воспитательной работе, по внеурочной деятельности, то есть воспитательная работа непосредственно. Это характеристика на ребенка, если необходимо, ее будут заполнять. И план воспитательной работы в целом. Вот эти пять документов сегодня учитель должен в рамках реализации своих полномочий заполнять, как бы сопровождать, но не более того. И мы эту работу также и данный перечень разделяем и ставим на контроль те функции, которые сегодня должен выполнять учитель, чтобы его не перегружать, чтобы у него было достаточно времени на преподавание своего предмета и непосредственно вести работу с учащимися, не больше. В системе образования есть такое, помимо у учителя и ученика, есть такое важное звено, как родители. И вот они сегодня зачастую жалуются, потому что им предлагают, вернее заставляют вместе с детьми регистрироваться на различных платформах. Что это дает? Ну давайте скажем о том, что сегодня вся страна у нас переходит на цифровую экономику. Цифровая экономика невозможна без цифрового образования. И поскольку региональная система образования, даже всероссийская система образования, это открытая система, достаточно динамичная, подвижная система, то много факторов влияет на нашу жизнеспособность. И, конечно, это основной фактор, это цифровизация, о которой мы сегодня много говорим и которая прочно уже вошла в нашу жизнь, хотим мы этого или нет. Причем мы смогли в этом убедиться и в какой-то степени благодарны тому, что были подкованы в этих вопросах во время пандемии, во время ковида, когда всем образовательным организациям два года назад пришлось несколько раз переходить на дистанционное обучение. Вот здесь как раз-таки цифровые платформы, по которым сегодня происходит обучение, они все разные есть, и УЧИ.ру, и Я-класс, и Российская экономическая школа, РЭШ, да, проходит. И сегодня мы говорим о том, что система образования вся всероссийская переходит на единую платформу сферу. Сегодня мы эту работу большую, значительную проводим, где ребята могут не просто получать определенные знания, где также сосредоточена и электронная библиотека, где есть электронные журналы непосредственно, где родители могут видеть задания, которые учителя задали ребятам. То есть вся переписка, которая будет осуществляться между педагогическими работниками и учениками, между родителями в том числе, все будет происходить на платформе сферам сегодня, и эта работа проводится. Конечно, переход на эти платформы, их участие в жизни наших учеников и учителей – это дело добровольное, но мы все понимаем, что без сегодня цифровизации, без умения владения техническими средствами, а дальше двигаться невозможно даже в системе образования. Инна Владимировна, вот те же родители говорят, что в школах Карачао-Чалкесии очень много хороших педагогов, настоящих профессионалов, которые любят свое дело, любят своих детей. Но, тем не менее, родители говорят, что без репетитора зачастую дети не могут стать ЕГЭ. Приходится нанимать репетиторов, одно занятие стоит 500 рублей. Позвольте, я в этой части с вами не соглашусь, потому что у нас есть ребята, которые не занимаются с репетиторами, а достаточно им той программы, которую они изучают в школе. Все школьные предметы у нас базируются на федеральном государственном образовательном стандарте. Если они все контрольные точки освоили, то они достаточно успешно сдают государственную итоговую аттестацию. Если мы говорим о едином государственном экзамене, то есть ребята, которые без репетиторов набирают 100 баллов или достаточно высокие баллы имеют. Есть обратная ситуация, когда ребята занимаются с репетиторами, но даже минимальное количество баллов они не могут набрать. Поэтому здесь, наверное, говорить о том, что если с репетитором занимаешься, то это залог успеха, я не могу. Дополнительные занятия могут быть уместны в том случае, когда родители мечтают, чтобы их ребенок поступил в столичный престижный вуз. Там действительно требования жесткие. Руководство таких вузов, как правило, кроме режета от АВЕГЭ, вводит дополнительные экзамены. Именно для этого и существуют дополнительные электронные платформы, против которых так часто выступают родители. Но именно они дают ребенку возможность получить дополнительные знания совершенно бесплатно. Сегодня демо-версии у нас по каждому предмету есть в доступе, где также самостоятельный ребенок может все это изучить. И самообразование никто не отменял. И на сегодняшний день дополнительно позаниматься, и быть уверенным в своих знаниях, и успешно сдать единый государственный экзамен. Мы видим, что в школах Карачаева-Черкесии, и в том числе благодаря вам, Инна Владимировна, вы проделали, конечно, колоссальную работу вместе с правительством в республике, для того, чтобы в школах Карачаева-Черкесии было горячее, качественное питание. И скажу из своего опыта, бывая в школах, я сама видела то, что действительно готовят хорошо в школьных столах, вкусно, детям нравится. Мы даже проводили опросы, нравится детям. Но, к сожалению, бывают случаи такие, что жалуются на то, что холодная каша, холодный суп детям невкусно. Что делать в таких случаях родителям? Куда обращаться? Как им поступать? Горячее питание в нашей республике уже реализуется в рамках государственной программы «Третий год». Это достаточно хорошая помощь для каждой, я думаю, семьи, что ребенок сегодня с 1 по 4 класс имеет возможность в школе реализовать данную функцию в части организации горячего питания. Да, бывают жалобы. Эти жалобы необходимо в первую очередь направить к классному руководителю. Если классный руководитель не отреагировал, то дойти до администрации образовательной организации. Администрация образовательной организации несет сегодня ответственность за вопрос организации горячего питания в каждой образовательной организации. Если сама школа не смогла разрешить данную проблему, то есть на сайте каждой образовательной организации, на сайте Министерства образования и науки телефон горячей линии, где также могут адресовать данную проблему Данный вопрос и специалисты Министерства образования Роспотребнадзора выйдут на место и разберутся в сложившейся ситуации. Вопросы горячего питания на сегодняшний день у нас стоят остро, на контроле. Специалисты Министерства образования, а также у нас есть проектный офис по горячему питанию, выезжают еженедельно в каждую образовательную организацию и мониторят все вопросы, связанные с организацией горячего питания. Буквально на прошлой неделе была жалоба в социальных сетях по 6 школе, по 13 мы выезжали, разбирались. На сегодняшний день и посуда заменена уже в данных образовательных организаций и пересмотрено меню. Если есть вопросы по содержанию меню, хочу родителям напомнить, что на сайте каждой образовательной организации размещено 10-дневное меню, а также ежедневное меню они могут отслеживать, соответствует ли это меню тому, что сегодня было подано на завтрак или на обед в образовательной организации. А что касается качества питания, то мы готовы обсуждать эти вопросы с образовательной организацией и с родительской общественностью. И последний вопрос, вернее даже предложение Инны Владимировны, в год педагога и наставника, думаю, было бы целесообразно и правильно создать цикл программ о наших лучших учителях. Думаю, они найдутся в каждом районе, достойные преподаватели, о которых можно рассказывать, им есть чем поделиться. Спасибо за предложение. Мы готовы совместно с ГТРК рассмотреть данное предложение и создать интересный телевизионный проект. На протяжении года мы будем его демонстрировать и рассказывать о наших лучших педагогических работниках и об учительских династиях нашей республики. Ну что, Инна Владимировна, большое вам спасибо за то, что нашли время, так интересно ответили на все вопросы. Удачи вам в новом году и новых интересных проектов! Субтитры подогнал «Симон»!